Вижу, вот так. Сейчас я подключу свет побольше. Вот так. Я позвонил, во-первых, убедиться, вы ли это на самом деле, или за вас другие отвечают. Так, я сейчас вас заново буду переспрашивать. Я только что пришел с улицы. У меня там дела всякие есть. В городе был. Ну, понятно, понятно. Так, говорите, кто вы, откуда и что. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я с Алматы. Вы не против? Ну, вы будете в YouTube, что ли, будете выставлять потом наш разговор? Там видно будет. Но мы ничего не добавляем, что хорошо. Мы как вот беседуем, так и выставляем. Не против? Нет, ну, как бы я, не хотел бы, чтобы меня все смотрели. Зачем? Я лично к вам позвонил. Вашим просто нет. Я вашим смотрю. Вы не обсуждались. А вы сначала мне бы написали. Я про вас читал. Нет, я не согласен, чтобы меня. Нет. Вы меня можете снимать для себя, для своих? А выставлять зачем? Нет, ну, тогда все. Разговор окончен, раз не хотите так. Наши правила не принимаете вы. Жалко, конечно. Может, у вас что-то серьезное было. Нет, я бы с вами хотел поговорить на разные вещи. Но я не хотел бы, чтобы меня все, скажем, смотрели бы там. Зачем это нужно? Мы перед Богом открыты. Еще интересно. Сидит трезвый мужик. Не валяется, не голый. Еще вы боитесь-то. На вас приятно посмотреть. Ну, что такая скромность. Согласен я. Ну, тогда говори. Я не то, что скромный. Не хотел бы. Зачем смысл? Чтобы все слушали. Вы лично ничего не говорите. Говорите по делу. О душе, о спасении. Я вам буду отвечать. Ну, вот в данный момент какая ситуация, вот, скажем, в России идет и к христианству отношения. То есть, христианские люди в данный момент идет полная, как бы сказать, отступление. То есть, многие русские девушки уходят в мусульманство, замуж уходят за другие национальности. Но не как, скажем, за русских. То есть, русские сейчас люди и христианство идет в минус. Получается, что вы, как бы, делаете, чтобы привлечь не только вот у вас в Барнауле и в вашем крае. Я вижу у вас собрание, все хорошо. Люди, детей приучаете к вере, к традициям. Но за всю Россию, как бы, вы не можете, да, отвечать. Но, тем не менее, во многих российских регионах и не только в постсоветском регионе тенденция такая, что христианство идет в минус. Вот у нас, скажем, многие другие национальности приходят в христианство. Но большинство уходят люди от христианства. Уходят в мусульманство, уходят другие секты. А где вы живете? В Алма-Ате, в Алма-Ате. Вот какое дело-то. Второе постсание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, написано. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, за себя отвечать будет. А много-мало это все относительно. Понятно. По сравнению с муравьями нас мало. Игнатий Тихонович, я сейчас в данный момент занят по работе. Ко мне сейчас люди приехали. Я просто позвонил, убедился. Может, это за вас кто-то другой отвечает. Позвонил, а потом выберу время, мы позвоним и более глубже поговорим, если вы не против. Вопрос, знаете, решайте для себя. Может, мы говорим. Прошли мы от Владивостока до Лиссабона. 650 городов посетили. В интернете работаем. У меня только в Ютубе, если все благополучно, 46 миллионов просмотров. Миллионов. Я больше ничего не могу сделать. А там такие правила, что могут сегодня вот так хребет переломить тебе. Я 15 тысяч человек в черный список отправил только. Сколько врагов? Матеряться, что попало делают. На любой ролик. Златоусы поставили. Я на Златоусы считаю не матеряться. А он в пятом веке жил. Ну, я смотрю на ваши ролики, про вас читал. Вы очень мне, как духовный человек, таких старцев, как вы, очень мало по России. Разумны в разуме именно. Многие уже в вашем возрасте многие и ума не имеют. Не то, что веры, и лежат. А у вас активность. И вера, вот этот стержень такой, и вы толкаете людей. Это очень благо сильное. Знаете что, я не считаю себя старцем. Вот в чем дело-то. Я где-то на 30-ти годах застрял. Я не имею в виду, что вы старец такой, старик. А именно вот старец, мудрый. Ну, ладно тогда. Пускай так будет. Ладненько, извините, ко мне по работе приехали. Я не могу с вами сейчас долго говорить. Извиняюсь, я к вам как бы позвонил. Да. Сбоком. Я просто позвонил убедиться, что это вы. Я самый. А то, может быть, за вас кто-то другой отвечает. Мало ли, таких шпионов, мошенников разных хватает людей. Картинку выставляют за другого человека. И пишут там всякое. Я просто убедился, вот теперь, что вы на скайпе. Я на скайпе и на других ресурсах. Мне помогают и администрация там ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттер. Там у нас везде есть ресурсы. Нам есть что сказать. Вот у меня в Ютубе по сегодняшний день было 20 тысяч 434 ролика. Вообрази. Это нигде в интернете даже 10 тысяч нету. То есть, у нас все время новая прибыль. Отвечаем на вопросы, встречи, беседы. Ну, вот так. Сбок, да, сбок. Я буду, может, летом, дай бог, как бог позволит. Я бы тоже хотел к вам заехать. У меня в Бийске есть родственники? В Барнауле. Ну, я бы и до вас бы добрался, если бы вы не против были. Посетил бы вас. И вообще, я хочу Горный Алтай посетить. У меня там есть родственники, а я там не был ни разу. Мне нравится тот регион. И хотел бы к вам заехать. Уникальное такое место. Так еще до этого. Смотрите. Февраль, март, апрель, май, июнь. Полгода. Вы сегодня не бряйтесь, чтобы у вас борода была. А, вы только с бородой, да, пускаете? Меня сразу там начнут долбить. Кто приехал? С коблец какой? Зачем он? А если я буду здесь с бородой ходить по городу как-то немножко, это... Никак, никак. Именно так. Христов. У нас с бородой, получается, ты кому-то как к другой конфессии преследуешься. А конфессии нет никакой. Это сатана прикрыл. Конфессии, динаминации. Это слово ересь прикрыли. Есть православие, истина, церковь и еретики. Больше ничего нет. А это конфессии, динаминации, все это бред. Борода должна быть. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки с бородами, Ян Хронштадтский. Посмотрите, Николай Гурьянов. Современные все, монахи все с бородами. А еще нам католикам безбожим подражать. Не надо. Все, я вас услышал. Вот когда зайдете без бороды, тогда вам легче будет со мной договариваться. И вы курите, нет? Ну, я понял. Нет, я не курю. Ну, вот проще. Бороду только не трогайте больше с сегодняшнего дня. И вы хоть посмотрите, кто вы такой. Подкаблучник или нет? Нет, я не подкаблучник. А, по бороде вторая мама в доме. Давай, с Богом. Все, давайте, с Богом. Спасибо, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok